Дети отдыхают на каникулах, а в образовательных учреждениях региона кипит работа. Детские сады и школы готовятся к новому учебному году. Ремонтные работы этим летом пройдут в зданиях детских садов в селе Тельвиска и городском Семицветик, в школе села Великовисочное и школе номер один города Наринмара. Будут отремонтированы и другие образовательные объекты. В образовательных учреждениях Ненецкого округа, несмотря на каникулы, довольно шумно. Во многих из них полным ходом идут ремонтные работы. До начала нового учебного года осталось немногим более 50 дней. Накануне на строительных объектах в городских школах побывал глава региона. В школе номер один полностью модернизируют спортивный зал. 90% средств на эти цели поступили из федерального бюджета и составили более 2 миллионов рублей. Ремонт производится из современных строительных материалов, предусмотренных для универсальных спортивных залов, где можно играть и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Подрядчик говорит, что уже оплатил новое покрытие, которое будет здесь, в этом зале. Я думаю, что через несколько недель оно придет. 15 августа мы уже завершим работы по ремонту зала. Мы когда были с вами последний раз, видели в каком состоянии зал. И тогда же директор школы обращался с просьбой сделать ремонт. Вот все те просьбы и пожелания, которые исходили от школьников, от директора, мы учли? Да, конечно. То есть будет новое покрытие, покрытие из стен, оборудование, все необходимое для зала? Оборудование, конечно. Пол спортзала после проведения всех ремонтных работ будет покрыт профессиональным спортивным покрытием. Производство Франция. Это самый последний этап работы – это покрытие полов этим спортивным линолеумом. Генеральный директор ремонтно-строительной компании подтвердил, что работы на объекте идут по графику и будут завершены к 15 августа. Следующий строительный объект, на котором побывал глава региона – один из корпусов Ненинской средней школы имени Пырерки на улице Студенческой в городе Наринмаре. Здесь в следующем учебном году по инициативе главы региона разместится коррекционная школа. Обучать детей дальше в здании 1938 года постройки – это бывшее здание четвертой школы – уже небезопасно. В настоящее время в коррекционной школе обучаются 106 детей из города и округа, многие из которых имеют ограниченные возможности здоровья. В распоряжении специализированного образовательного учреждения перейдут все три этажа корпуса. На первом расположат жилые комнаты и медицинские кабинеты. На втором этаже будет находиться учебная класса для учеников начальной школы, а на третьем – для ребят постарше. В жилом корпусе будут обустроены комнаты на 3-4 человека. Всего предусмотрено 25 спальных мест с запасом. Сейчас количество детей, находящихся на круглосуточном пребывании – 23 человека. В здании, куда с нового учебного года переместятся учащиеся коррекционные школы, будут оборудованы, помимо учебных классов, кабинетами для специального сопровождения учебного процесса. Кабинеты психологов, дефектологов, логопедов, как раз, то есть службы сопровождения, в котором у нас дети сдаются. Будут созданы более комфортные условия, чем в том здании, потому что у нас на сегодняшний день. В том здании, по-кому, кабинетов нет. И мы, где возможно, там их располагаем. Подрядчик ремонтных работ на этом образовательном объекте также планирует сдать его в эксплуатацию до начала нового учебного года. И где-то 20 августа тоже уже должны быть работы завершены, и мы тогда уже зайдем в отремонтированное полностью внутри здание. Что самое главное, нужно не забывать о том, что мы в прошлом году выиграли в рамках национального проекта Доброшколу. И все цветовые решения, которые соответствуют Доброшколе, будут также использованы в новом, так сказать, корпусе, втором корпусе размещения нашей коррекционной школы. Сюда же перевезут все оборудование, которое было закуплено в рамках нацпроекта в прошлом году. Следует отметить, что все ремонтные работы в образовательных организациях Ненецкого округа находятся под постоянным контролем профильного департамента. Чтобы к концу августа у нас все учреждения были готовы, все предписания были исполнены, и наши дети могли пойти в образовательные учреждения, уже полностью готовые к образовательному процессу.